Природа изо дня в день рисует нам картины безграничной красоты. Так говорил английский писатель Джон Раскин. Все бы ничего, но современные пейзажи омрачают горы мусора. Нацпроект «Экология» создан в том числе, чтобы лесные и парковые пейзажи снова радовали окружающих. Поэтому уборки и субботники стараются проводить регулярно. К примеру, общероссийское движение «Народный фронт» с большим энтузиазмом вышло на уборку Виновскую рощу. Мы в большей степени проявляем инициативу своими силами. У нас в целом по Ульяновской области порядка ста человек. Неравнодушных людей, которые разделяют наши идеи, понимают, чем мы занимаемся. И готовы включиться в этот процесс, чтобы сделать приятное для жителей того муниципального образования, где они находятся. На уборку собрались и в парке Приморский. Приурочили мероприятия к акции «Дни чистой Волги». Участником мог стать любой желающий. Бороться за сохранение родной природы пришли волонтеры, сотрудники Минприроды и администрации города. «По истечении 10 лет, мне кажется, что сознание людей меняется. И многие люди, которые отдыхают, они все-таки стараются забирать свой мусор с собой. Мусора меньше, конечно, стало по сравнению с тем, как это было 10 лет назад. Поэтому наша работа, я думаю, что она не бесполезная. В том числе и сейчас уберем этот мусор. Этот мусор не попадет талами водами в Волгу. И он не будет там плавать и загрязнять нашу Волгу». Активно приобщают к чистоте молодежь. Территории парка Виновская, Роща и Приморский убирали студенты техникумов, колледжей и вузов. «Чисто по-человечески я считаю, что это обязательно. Потому что нужно убирать все. Так как мусор в основном в своем является пластиковым, что очень долго перерабатывается земле и вредит экологии. К тому же, если так будем убираться, постоянно проводить на основе такие мероприятия, то мы будем более бережно относиться к природе. Потому что людей, которые будут просто выбрасывать, их станет меньше». Перед днем города массовые субботники прошли во всех районах области. Помогали убирать территории около 4 тысяч человек.